Ребята, всем огромный привет! С вами Роман Шкодер и сегодня мы проведем очередной наш обзор рынка криптовалют. Посмотрим, какие у нас сейчас идеи по рынку. Я вот специально открыл вначале S&P 500 индекс. Значит, пока он после обновления исторических хайов стоит на месте, но я думаю, что цена скорее всего пойдет еще выше после какой-то консолидации, откатов. То есть пока по тренду все смотрится нормально и учитывая, какие позиции набирали фонды эти все года, им, чтобы выйти, нужно определенное время. Я думаю, где-то в 2025-2026 году мы увидим очень мощное снижение по S&P, ну там, я думаю, глубокую коррекцию по всем активам и я думаю, в том числе и по крипте. Но до этого времени, думаю, еще мы подрастем. Значит, Polygon Matic. У нас, кстати, по крипте что случилось? Случилось сильное падение, протестировали множество уровней, повыбивали всех. Но обычно это делается, кстати, когда цена будет потом в восходящем тренде. И чтобы набрать себе позицию, делать такие вот сильные сливы. Посмотрите, вот буквально за месяц цена упала в 2 раза, то есть на 50%. И вот Matic. Отлично, кстати, смотрится. Можно в долгосрок покупать. Если что, кто хочет в краткосрок, можно либо стоп сюда, либо сюда. Если кто хочет в долгосрок, прям шикарно можно брать. Я думаю, после таких коррекций, посмотрите просто на недельный график, мы видим, что цена еще никуда не ходила. И мы находимся в нижних точках. То есть у нас лоу был в зоне 40 центов, но то еще минус 50% или даже меньше 45. Это исторические лои. Поэтому я думаю, это можно покупать в долгосрок, Matic. Если краткосрочно, можно попробовать со стопом ниже вот этого лоу, либо этого. То есть какие-то вот этих лоев. Дальше. BNB. Был сильнее рынка. Чуть-чуть снизился. Кстати, вот неплохая зона есть. Обратите внимание. Я бы, наверное, все-таки взял вот так. То есть 633 тут ложный. Потом почти тест. И вот это вот верхняя граница. Нижняя граница. Можно взять вот эта вот зона. Ну, зона 500 долларов. 500 долларов. Откатились. И посмотрите, на такой коррекции битка и альты, BNB вообще просто не падает. Обратите внимание. То есть падение было там на 10%, на 15% упало. А некая альта попадала по 40%, по 50%. И я думаю, что если прорвут этот уровень хаи, дальше там у нас есть зона 700. Это истерические хаи. Я думаю, он улетит. Но, скорее всего, он пойдет. Потому что там были проблемы тогда с Binance. СЭК начали расследование, когда рынок рос. Binance там не сильно рос. Плюс у него очень много... Ну, проекта в нем строится. Это раз. Во-первых. Во-вторых, на Binance можно участвовать в лаунж-пуле. На Binance там классные проекты дают. Обычно хорошие иксы. И в BNB нужно стейкать. Ну, и вот ребята, скорее всего, стейкать не продают. Поэтому цена и держится. Ну, вообще, активы очень прикольные. Ну, входят в топ-10 и так далее. Значит, перейдем дальше. АВЕ. Тоже дошел вот до уровня. Кстати, вот мы рисовали с вами. Были уровень с истории. Смотрите, как произошло. Пробой. И еще один уровень. Кстати, укол прям туда. Пробой, откат, консолидация. Еще один откат. Опять ретест. И можно смотреть. Хотя, стоит он так себе, честно скажу. Я бы пока, наверное, сильно не спешил. Можно. Я бы смотрел где-то от 72. Вот здесь было бы неплохо. Если что. Но если не дадут, то можно будет и отсюда. Но как-то я пока бы здесь не спешил. Он как-то слабее чуть рынка. Пока что. Как-то он тут слабенько держится. Ну, посмотрим. В итоге. Ну, либо 81, либо там 72, 68. Вот эти вот зоны, от которых можно смотреть. Но я пока бы что-то другое рассмотрел. Вот Ада, например. Да, чуть-чуть поярче. Тоже можно пробовать заходить в долгосрок. Или брать короткосрочно со стопом ниже вот этого. Но это далековато. Стоп, чтобы вы понимали. Будет порядка там 12%. Ну, это много. Ну, или можно просто стать заявкой. Тоже этот как вариант. Стать заявкой, например, вот здесь. Там по 42. Да, если нальют. Ну, тогда можно будет получить просто лучше цену и меньше стоп. Дальше. Алга. Был импульс такой мощный. Прям ударили в зону уровня 0.25. Обратно все спустили. Сейчас консолидация. Ну, такая же картина, как и везде. Вот хорошая зона 0.15. 0.16.5. Вот эта вот зона. Такого покупки можно рассматривать отсюда. Ланги. Так. Что у нас по Атому? Атом сильнее рынка, кстати. Я вчера смотрел. И что-то я смотрел, смотрел. Не купил. А надо было брать. У меня есть большие позиции. Я набирался и здесь, и здесь. Ну, я сижу в минусе, могу сказать, да, долгосрочно. Ну, у меня там по стейкинг, по дропы позиции. Поэтому там нормально все. То есть у меня там средняя цена около 10 долларов. Я думаю, сейчас осталось 10%, я в налево уже буду. Ну, учитывая, что я там по стейкингам, там проценты платят. Плюс мне начислят там дропы по монетам. Все нормально здесь. Атом тоже можно смотреть. Он, кстати, тоже сильнее рынка. Находится недалеко от лоев своих, которые были вот последние эти два года. И также можно смотреть. Ну, краткосрочно я бы пока не лез, ребята. Тут уже дошел до этой зоны. 9 долларов. Ну, нужно либо какой-то откат, либо что-то еще. Я бы пока краткосрочно не лез. Долгосрочно можно, ну, лучше всего где-то по 8 брать. Если туда пойдут. АХС, Аксис. Дошел тоже до зоны 6,3. Отлично. Можно отсюда рассматривать его. Со стопом, например, ниже вот этого лоу. Кстати, неплохо вот консолидируется. И я думаю, где-то зона 9 долларов будет целью. Пока что такой. Первый 9, может быть. Ну, нет, в начале, наверное, там 7,8. А потом уже 9. 8. Это не 9. Это я ошибся. Это 8,3. 8,3 и 7,8. Вот это вот 9. Это пока далековато еще до этого уровня. Биткоин кэш. Рост был просто сумасшедший. Посмотрите, какая коррекция. Пока что еще корректируется. И другая картина, чем на рынке вообще у него. Видите? То есть по рынку мы ходили нормально, остановились. А здесь пока так смотрится, что может еще пойти, кстати. Потом я бы где-то смотрел, наверное, с 360-340. Вот эта вот точка. Вот откуда был сильный импульс. Я бы смотрел отсюда. Хотя, можно где-то может что-то нарисовать еще. Ну, он просто ходил против рынка. Поэтому сейчас, видите, идет тоже против рынка. Вниз. Дот. Сильнее рынка. Тут, кстати, нарисовали такое поглощение. Дальше прет. Вот это вот красиво, кстати. Но, блин, я сегодня тоже тут смотрел вот эту вот точку. Хотя это было, видите, с утра очень. Я думаю, немножко просто торгуется. Отката нету. Скорее всего, наверное, пойдет дальше. Цель 7,5. По доту. Пока что. Первая такая цель 7,5. 7,3. 7,5. Долгосрочно можно. Кракосрочно. Пока что, ребята, уже все. Цена ушла. Лучше в какой не лезть. Биток. Давайте рассмотрим. Биток у нас свалился. Да, возможно, сейчас какой-то отскок нарисуют. Я рассматривал еще снижение битка где-то 52,48. Вот это вот зона. 52,48. Вот я думаю, вот в эти точки могут сходить. Если он, конечно, может быть сейчас откатом на 60,61. Может даже 62. И потом в последующем снижении. Это как вариант. Второй вариант. Это может быть отсюда снижение. И третий вариант. Это может быть, что развернется, постоит выше 60 закрепления и пойдет дальше наверх. Тоже. Как вот эти вот сценарии, ребята. Все может быть. Пока что вроде бы неплохо. Но видим, что пока не откатывает. Оно есть позитивный момент. Альта не реагирует уже так на биток. Возможно, большие игроки вот здесь закрылись. По битку, когда он шел наверх, конечно, вот тут закрылись. И перешли в альту. Когда она упала как раз на снижение. Взяли, завалили фьючами. Ну, как это обычно делается. Чуть вальнули биток фьючи. Сразу вся альта пошла вниз. Набрали сейчас внизу альту. По снижению, конечно. Ну и теперь альта может расти против битка. Потому что альтезона у нас в целом так еще и не было. Я вот написал. Жду альтезон. Жду альтезон. И может быть он сейчас будет. На самом-то деле. Вот это у нас дэш. Кстати, посмотрите, как 26,3. Просто вот сумасшедшая тема. Можно вот это вот взять. Скорее всего, возьмем вот так. Вот 25,6. Видите? Какая консолидация здесь просто. Да, реально очень прикольно. Очень прикольно смотрится. И есть шансы, что цена, конечно, пойдет. И у нас цели где-то 43. Ну, неплохо. Но локально уже, конечно, наверное, высоко. Глобально можно заходить. Имеется в виду долгосрочно. Неплохая цена. Эос. То же самое. Видите? Сходил. Протестировал 0,71,8. Там 0,66. Тоже ударили. Даже пробили. Перебили этот лог специально. Все, кто там, не знаю, заходили. Может, стоп сюда ставили. Всех сняли. И обратную сторону сходил. Отперед еще раз один откат. Теперь может еще и пойти дальше. Эфир сильнее рынка. Пока не пробил 2,800. Тоже такая ключевая точка. Пока стоит. Но стоит так как-то. Я бы не сказал, что это прям очень сильно. Но если можно попробовать. Вот тут взять со стопом сюда. Не так это много риска. Меньше 10%. Где-то 7-6% риска. Нормально. Ну, и цели, я думаю, в зоне там 3,700. Хотя бы. 4 уже не буду говорить. Я думаю, вот эта зона. 3,600, 3,700. Будь целью. По эфиру. Значит, линк. Линк, линк, линк. Линк достал до 12,4. Тоже, кстати, красиво стоит. Вот это вот не очень неплохо. Но, правда, стопец будет уже такое в районе доллара. Ну, это все это 7-8%. Но нормально. Линк, кстати, тоже неплох. Можно рассматривать целью где-то 15,8. Так, это у нас мана. Также дошли до вот этой вот уровня. Вот он. Как бы тут можно так, можно так. Наверное, возьмем все-таки по этому хвосту. Вот так вот возьмем. Потому что тут были вот сниженные движения вниз. Тут был ретест. То есть, ложный пробой движения. Еще один укол. И посмотрите. Прямо сюда пришли. Еще один тест. И вот тут 0,39. Очень неплохо. Уже немножко ушли. Либо на тесте брать. Ну, либо ждать еще один. Ну, какое-то движение наверх. Это там покупать. SNX. Также дошел вот 2,50. Кстати, очень неплохо. Можно пробовать даже брать со стопом ниже low. Или, ну, долгосрочно покупать. SNX очень хорошо. Солана. Я ждал ее, кстати, где-то по 70, по 80. Пока она туда не дошла. Вот была моя такая зона. Вот тут покупки. Пока не дошла. Стоит 120. Такое себе. Стоит 120. Вот так вот. 119, 120. Ну, посмотрим. Я пока бы, конечно, не лез. Наверное. Лучше бы где-то какой-то отказ ждать. Да, вниз. Тогда рассматривать, может быть, рост в зону 157. Пэта. Тут сходили. Были очень сильно наверх. Потом откат. И сейчас вот 2 доллара. Где-то вот зона такого консолидации. Вот там 1.85. 2 доллара. И здесь также. Ну, я бы, наверное, тоже не спешил. Хотя одна формация. Можно попробовать даже взять со стопом за low. TRX. Сильнее рынка, кстати, смотрелся. Потом ходил. Вот тут вот сейчас, если это пробьет, может улететь. Это 0.12.27. Вот. Если это пробивается, может быть сюда движение. Или даже на хаи. То есть, очень неплохо смотрит. Юнисвап. Там была тоже подача СЭКа к Юнисвапу какой-то. Там претензию подали. Были какие-то отмойтные средства и так далее. Тоже слили на этой новости. Вот посмотрите прям. С 12 на 6. 50% минус далее. Сейчас вот тоже стоит. Но я бы, наверное, вот это долгосроки точно бы не брал. Не рекомендую. Потому что новости пока плохие по нему. Могут очень долго возить. Или вообще не пойдет. Будет это тут стоять. Как было тогда по Риплу. Поэтому Юнисва пока что. Либо локально торговать. Глобально я бы не советовал. У меня нет вообще Юнисва по портфеле. Поэтому я бы не советую тоже брать. Рипл. То есть, это Люмен. Пока на месте. Неинтересно, кстати. Монеро. Тоже. Когда делистовались с Бинанса. Посмотрите. Вообще неинтересно. Рипл. Вот. Вот. Он, кстати, он тоже сделал ложный пробой. Вот 0.45. Опять эта зона. Я уже не могу с этим. Смотрите. 0.45. Снова туда пришли. Снова вот тут накапливается. Может быть это уже будет какое-то движение. Но нужно идти выше 0.7 или выше 1 доллара. Тогда уже что-то может быть. Пока Рипл такой. Мне очень нравится. Ну и Тезос. Тезос. Нижняя граница. Да. Тут можно, кстати, рассмотреть. Вот. С этих вот зон. Можно 0.87. Там даже зайти. И стоп за лоу. Вот это. Кстати, небольшой стоп. Стоп где-то около 6%. Нормально. Ну и потенциала здесь процентов, наверное, 30. Я думаю. Вот. Где-то сюда. Но 1.10. Это чуть-чуть меньше 30%. Где-то 20. Там 2%. Ну нормально. То есть можно вот пробовать такую сделку брать. Слоев. Если будут снимать, то будут снимать все. И я думаю все монеты. Если у вас есть вопросы, можете писать в комментариях под этих видео. Если вы что-то хотите рассмотреть. Еще там, ну не знаю, какие-то идеи. Или просто что-то спросить. Тоже можете писать в комментариях. Кто не имеет счетовый маркетс по ссылкам ниже, можно открыть счет. Множество инструментов. Видите, крипты очень много уже. Монет есть. Фьючерсы, индексы, коммодитис и так далее. И можно торговать и акцией, кстати, американские. И кто хочет. То есть там более такая серьезная игра, чем в крипте. Потому что в крипте очень большая волатильность. В американских акциях чуть это попроще. Торгуется. Ну и поменьше, конечно, оно ходит. И увидимся с вами в следующих наших выпусках. Всем пока.